Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами устройство UMI DJI X. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить сброс FRP блокировки. Смотрите, в левом верхнем углу у нас есть значок замочка, значит FRP заблокирован. Итак, вначале выбираем русский язык, выбираем страну России, нажимаем начать. Пропускаем подключение к мобильной сети и подключаемся к любой сети Wi-Fi. В принципе, вы можете не подключаться к сети Wi-Fi, если у вас есть мобильный интернет, но, в общем-то, показываю, как это сделать Wi-Fi. Нажимаем подключить. Все, он сейчас будет нам говорить о том, что телефон заблокирован, дело дрова, а мы тем временем вставляем сим-карту в телефон. Если она у вас вставлена, этот шаг можно отпустить, конечно же. Просто дождите загрузку, вот такой вот прекраснейший UMI DJI. Давайте вставим в него сим-карту. Так, где она? Здесь. Вот, он просит вписать пин-код, подтвердить. Ну, мы сейчас пока что откажем ему. Прости, друг. Возвращаемся на главный экран, а тем временем вытаскиваем слот для сим-карты и карты памяти. А, вот он. Окей, вытаскиваем. Вставляем симку. И вставляем слот на место. Отлично. Вот он сейчас попросит пин-код от сим-карты. В общем-то, вписываем пин-код от сим-карты и делаем следующее. Нажимаем экстренный вызов. Будьте очень внимательны. Я сейчас буду показывать все очень быстро. Вы можете замедлить видео, либо же ставить его на паузу. Я буду показывать максимально быстро, чтобы не нудить. Итак, нажимаем данные для экстренных вызовов, данные для экстренных случаев. В правом верхнем углу нажимаем на пипеточку, на карандаш. Нажимаем добавить контакт. Выбираем любой контакт, который записан на сим-карте. Какой-то любой контакт оператора по-любому здесь должен быть. Выбираем абсолютно любой. Затем нажимаем на этот контакт. И в правом верхнем углу нажимаем на троеточие. Нажимаем поделиться. Видим здесь Gmail. Нажимаем на Gmail и удерживаем. То есть не просто тыкаем, а нажимаем и держим. Появляется вот такое вот окошко. Нажимаем о приложении. Затем нажимаем уведомление. Дополнительные настройки в приложении. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем справка отзыва. Здесь английскими буквами пишем слово Morse. Видите, use Morse code. Нажимаем. Нажимаем один раз на видео. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем смотреть позже. Нажимаем продолжить. Спасибо, не надо. Отлично, мы попали в браузер. Теперь вписываем hardreset.info. Ставим слэш и пишем ru. Переходим на наш сайт. Выскочит такая планшечка. Нажимаем consent. Поднимаемся в самый верх и вверху видим три палочки. Нажимаем на них. Нажимаем скачать. Здесь вписываем слово Android и пишем 8. С пробелом, конечно. Нажимаем поиск и у нас появляется такое окно. Нажимаем на зелененькую кнопочку скачать. Спускаемся вниз, видим большую кнопку скачать. Нажимаем и удерживаем на нее. Еще раз. Нажимаем открыть в режиме инкогнито. Нажимаем продолжить. Разрешить. Окей. Открыть. Настройки. Разрешить установку. Назад. Установить. Нажимаем открыть FRP bypass. Нажимаем google account manager apk install. Нажимаем for version 6.0. Нажимаем настройки. Разрешить установку опять. Возвращаемся. Нажимаем установить. Нажимаем готово. Нажимаем bypass FRP. Нажимаем браузер sign in. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие. Нажимаем вход в браузер. Нажимаем ok. И теперь входим в любой google аккаунт, от которого вы знаете логин, пароль. Жены, ребенка, неважно. Вписываем адрес. нажимаем далее и вписываем пароль. Итак, после того, как вы вписали пароль, нажимаем на кнопочку далее. У нас выйдет опять в наше главное меню. Теперь смотрите, у нас все еще есть замочек в левом верхнем углу. Теперь что мы делаем? Нажимаем и удерживаем кнопку питания и нажимаем перезапустить. Опять вписываем пин-код от сим-карты. Все. Видим в левом верхнем углу замочка уже нет. Можем проверить насколько это правда. Давайте я быстренько проведу первоначальную настройку. Видео ускорим на этом моменте. А, да, кстати. Видим, что здесь аккаунт добавлен. Это важный момент. Видим, что аккаунт уже добавлен, то есть уже телефон разблокирован. Но сейчас выполняем первоначальную настройку. Видео сейчас ускорим. Отлично. Теперь смотрите, мы можем пользоваться нашим телефоном полностью, полноценно. Можем пользоваться Play Market и всеми благами нашего великолепного UMID GX. Но теперь последний момент, что нам нужно сделать. Последний, очень важный. Нам нужно зайти в настройки и выбрать пункт приложения и уведомления. Здесь вы увидите приложение FRP Bypass. Нажимаете на него и нажимаете удалить ОК. Все. Теперь ваш телефон полностью разблокирован. Можете им пользоваться сколько вам угодно. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я очень сильно надеюсь, искренне надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok